Привет, ребята. Я, наверное, на полу. Спать хочу. Приехала с работы. Покупала, спаныла голову. Сегодня ночью я вообще не спала. Пока я, знаете, все на полу нервов. Ветрена на улице, ничего не слышно. Алена, тут нашу сообщение. Прислала. Отдыхают все у них хорошо. А я прислала ей сообщение, что я работаю, что у меня тоже все хорошо. Ребята, спина болит. Это вообще какая-то дряхлая старушка. Один день поработала. Это кошмар какой-то. В общем, завтра утром ко мне придет Андрюшка на завтрак. Вот так вот. Я думаю, надо ему, надо сейчас Луиджина поискать конверт, положить денежки, рассказать, что от всех нас правильно. Ну как же. Я же еще их после рождения не видела. Уже дитю сколько? А сколько дитю? А вот 14 числа уже два месяца будет. 14 июля. Боже, как время пришло. Там малая уже выросла. Она длинная такая. Она уже ни в одни штаны не помещается. Хорошо, что лето, жара, что сейчас можно памперс одел и больше ничего не оделать. В общем, сейчас я вам покажу. Я же вчера вечером приехала, пересадила кабачки. И ночью я вообще не могла спать. Это что-то у меня какие-то, знаете, порывы страсти непонятно. Ну как-то переживания все равно есть, понимаете. Я с утра схватилась. Что-то я поставила будильник на среду, а сегодня был вторник. Короче, все дни в голове перепутались. Все у меня вот так вот пошло кувырком. И, в общем, я всю ночь не спала, и все равно я встала без всякого будильника. В 5 утра я проснулась. В общем, вот так вот. Так хочется поспать, но сейчас поубираю Луиджина. Полью свои кабачки, ново пересаженные. И пойду отдыхать. Так же завтра придет Андрюшка. Наконец-то его увижу. Это когда его последний раз видела? Еще когда Эрика была на работе, наверное, да? И все. Не, он как-то заходил. Как-то он без нее заходил. Но уже, наверное, месяца 5, ребята, прошло, как я его не видела. Ну, это вообще кошмар. Как мы от жизни отбились? Как мы отбились вообще от всего? Ой, сейчас соберу огурчиков, помидорчиков. Я завтра с собой на работу возьму. Завтра на работе что-то покушаем. Как вы думаете, завтра утром витрина будет полная или уже полуразоленная? Не знаю. В общем, все увидим. Идемте, я вам кабачки покажу. Во-первых, смотрите, как у нас этот цветок зацвел, да? Все голубое стоит. Я Луиджину говорю, когда идешь к жене на кладбище взял вот этих вот нарвал, которые не сильно распустились, и поставил там вазочку. Вот у нас наши помидоры начинают краснеть, те, которые крупные. Ну, тут я уже один сорвала, этот уже тоже пожелтел. Так, этот кабачок мне выдавал все мужские и мужские цветки. Ему вот надо сейчас обрезать лишние листики, чтобы он может потом что-то выпустить женское. Но пока женского ничего не вижу. Но ему тут как-то места маловато этому. Вот смотрите, что я вчера на чудачном. Помните, у меня тут салат рос? Как я этот весь салат вырвала. Валериана, он по-итальянски называется. Сделала ямки, туда натолкла этой валерианы, как компост. Этот я еще оставила. Ну, хотя я его не ем почему-то. Чего я его оставила? Ну, так. Листочек сломался. В общем, тут три кабачка высадила. И вот тут, где мы с вами сеяли горох, что-то он не всходит. Тоже посадила кабачок. Так что пусть растут. Это у нас такие внеочередные кабачки. Они как бы не должны были расти. А вот этот уже еще один вырос. Видите? Обрываю мужские цветки, завязываются и потихоньку идут. А то они вообще у меня не хотели вязаться кабачки. Так. Бычье сердце. Бычье сердце вяжется. Тут тоже, видите? Хорошо вяжется. Знаете, что я заметила? Хочу сразу вам сказать. Вот я в этом году очень часто подсыпала помидоры лесной землей. Практически каждый день. И если бы я это делала до сих пор, образовывала или есть бы новые корни и растения, чувствовала бы себя намного лучше. Оно все больше и больше завязывало бы цвет. Помидор. Как вот эти вот. Видите? Сколько. Тут что-то уже листики. Старенькие эти уже помидоры. Потому что они отплодоносят. Смотрю, муравьи какие-то бегают. Ну, видите, как покраснели помидоры. А тут я только собирала. Вчера я собирала. И он опять гора красный. Они так вроде прячутся. Ну, так листик открою, и шли. Куча, куча, куча всего. И огурцы вчера вечером я собрала. Он опять висят. Вот смотрите какой. Ну, я вчера залила хорошо так. Хорошо пролила огород. Поэтому, видите. Что-то называется. Огирок валяется. Так что, сейчас соберу урожай. Что-то, может, уже гусениц нема. Да? Вот тут первый помидор мне гусеница съела с этих. По-убираю. По-подливаю. Видите, этот горшок я освободила. И все. Иду домой и отдыхаю. Завтра в 6 утра я в терминале. Там мне надо окна мыть. В общем, рабочий день с 7. Но я, как всегда, впереди паровоза. Тут что-то тоже листочки пожелтели. Надо взять ножницы пообрезать их немножко. Те, что пожелтели. Вот так он ничего стоит весь. Опять до Анжелы пошел он жить. Гля, какие помидоры. Ну, куда вы лезете до соседей? Сидите дома. Вот так надо их... Иногда затягивать домой. Это они все на прогулку просятся. И эти тоже, гля. И эти за ними. Ах, слышь. Гуляльщики такие. Куда вы? Куда вас понесло? Сидите дома. Тут, по-моему, еще показалось, что какая-то тля появилась. Ну, все может быть. Муравьи. Они паразиты такие. Видите, сколько? Ага. Вот так вот. И ни одна аж гроздочка. Их же там, знаете, сколько. Смотрите, какой шикарный натюрморт. Это каждый день. Столько, а то и больше. Когда больше, когда меньше. Это приличная мисочка. Она глубокая такая. Они дарят и все прочее. Как приятненько с утра. В 5.40 утра у нас всего-навсего 20 градусов. О, от собачьей. Шучу. Это ж приятно как. А еще на мне штаны влажные. Вчера постирала. Они что-то за ночь не высохли. Видимо, ночью была влажность воздуха. А не стала другие доставать. Думаю. Висохнут. По дороге на работу. Точно висохнут. Ну что, давно мы с вами не трещали по дороге на работу? Да, 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 да. Сейчас уже в 6 утра, как белый день на дворе. Лето же, лето. Вчера не смогла вам по дороге с работы рассказать. Все. Телефон перегрелся и выключился. Я думаю, хорошо хоть запись сохранилась. Сам только бух. И сразу приходит предупреждение. Телефон раскален до красна. Больше, говорит, не могу. На такой жаре, представляете? А нам каково? Телефон не может. А мы? А мы можем, да? Наверное, надо свет немножко включать. Подсказывайте. Потому что давно мы не ездили. Я уже забыла, как это делается с утра. Вчера с утра даже немножко так, знаете, трафик был грузового транспорта. В общем, летим, летим, летим. Вчера вечером я уже написала сообщение. Говорю, может тебе там пару пиц сделать? Он говорит, ты знаешь, говорит, делайте пиццы. Понятно, что кухню... Я вам могу сказать, почему не хотят открывать кухню. У нас кухня это сельф-сервис. Это значит, весь товар у нас предоставлен как бы людям на виду. Но это надо еще подумать, как это сделать. В общем, ты можешь больше, чем заработать, получить штраф. Потому что люди как бы не... Мы вроде и за стеклом находимся. Но и тем не менее, эта роба в открытом виде... Это... Ну, как-то так, знаете, непонятно. Если бы это я выносила из кухни, тогда нужен еще один официант. А у нас на персонал не хватает сейчас. У нас на нас не хватает. На персонал вообще ничего не хватает. Вот тут надо быть аккуратным. И он летит, мотоциклист. Они грузовиков обгоняют и летят тебе навстречу. Как ласточки. Ой, ребята. Так приятно встать утром и знать, что ты едешь на работу. Сейчас, дядя. И оторвусь. Я уже поняла. Когда тебе дышат в спину, значит, надо быстрее ехать. А то я что-то на расслабоне. Потому что я утром всегда 80 километров педаль в пол. Боже, как эти грузовики занимают больше своей полосы. Чего они так едут? А ты тулишься тут на непонятных островках. Уже скоро, скоро сдадут нам мост. Скоро начнем мы двигаться, как положено. Тоже с поворота выходит наполовину моей полосы. В общем, ребята, не знаю, что я вам говорю. Но что-то говорю, с утра надо проснуться. Сейчас приеду на работу, выпью кофеечку. В общем, Аву сказал, что надо на вечер делать пиццы. Поэтому сейчас, не знаю, он у нас любитель делать пиццу, естественно, кто в севере. Так что я буду, наверное, обслуживать клиентов, а он, наверное, будет. Ну, замес я ему сделаю. Вернее, машинка. Сейчас как-то будем распределять свои обязанности. То, знаете, работать с начальством как-то не сподручно. Как-то еще нам надо друг до друга притереться маленько. Потому что он себя чувствует немножко не в своей тарелке. Я же-то вообще не в своем блюде. Вы понимаете, я в баре-то у них сто лет как не работала. Ну, там иногда по субботам помогала. Так, мое дело кухня. А теперь я. Старший куда пошлют? У меня сегодня две задачи. Довести там до ума порядки. И два холодильника больших убрать. Вчера захожу в холодильник, слышу такой запах. Ну, какой-то цвей или что-то. Стой, дядя, господи. Все летят. Всем все надо. Смотрю, что там такое. Нахожу коробочку. Завернутую во все пленки, во все дела. То ли грибы были, то ли еще что-то. В общем, по таким слоям плесени я несу. Стефания, говорю. Стефания, ну, посмотри, говорю, я без очков. Это не отсюда случайно пахнет. Она пахнет. Она пахнет. Эрвиш, иногда заглядывайте, то наше начальство нас планирует там всего. Оно уж пропадает. Может, сыр сделать с плесенью, да? Вы знаете, что-то так небо у нас затянуло. Затянула Буратина Нашу геную друзья. И я сама, как Буратина, была когда-то молода. О, вспомнила. Мне ж Мишаня написал. Говорит, ты где пропал? Я говорю, что-то, Миш, не до песен было. Говорю, голова была занята. Не понятно чем. Есть какие-то переживания за работу, за то, за сё. Он там, вы же понимаете, он песни меня аж приглашает, а я не отвечаю. Я вообще не пела. Ну, я не знаю уже сколько, но... Я говорю, Миш, исправлюсь. Исправлюсь. Он говорит, ну, главное, что у тебя всё хорошо. Я говорю, у меня всё хорошо. У меня всё хорошо. Так что надо будет с Мишаней спеть. Он там такие песни поёт. Я за тобой скучал. Там я это самое... Ну, это ж он не мне поёт. Это в сму поёт. Ну, и тем не менее, всех, кого он приглашает, он за всеми скучал. Алилёк как не в лес, так под ровой. Я теперь хочу вам сказать, почему я вышла на работу. Я даже могу предположить, что это стало послание свыше. Почему? Вы помните, куда я собиралась? Я собиралась поехать на экскурсию, на морскую, посмотреть портофина. Я собиралась поехать, посмотреть на диких зверей, на дельфинов, на черепах. И всё. Понимаете? Всё. Надо было раньше собираться, уже, наверное, уже, наверное, три месяца пработала. Вот так вот. А вчера в ум не написала, говорит, так мороженку подпродали, говорит, подпродали, говорит, радует, радует. А то всё кричали, людей нема, людей нема, видите? появится товар, появится и покупец, да? Появится покупец, появится продавец. Это мы. Как я вам сегодня? Весёлой белой рубашечке. Весёлой белой рубашечке. Ну, с утра сегодня нам повезло. Движение было нам навстречу. Я бегу тебе навстречу. Я дарю тебе цветы. Как единственное наследие королевы мороженого. Ой, хорошо так ехать с утра, знаете, когда не жарко. Ну, уже 21 здесь, в порту немножко теплее у нас. Дома в лесу немножко прохладнее. Вчера ж огурцы и помидоры собрала. Блин, забыла в холодильнике. Деньги взяла для Андрюхи, а я ж хотела им помидори отдать. Вот балда, Ивановна. Ой, Андрюха, не приходи сегодня, приди завтра. Вот я. Положила в холодильник, надо было на столе оставить. Ну, бывает, бывает. Ну, ладно. В наступный раз скажу ему, чтобы приехал специально за помидорами. Потому что она собирала целую кушу. Да, ребята, работа это... Это дело такое. Маша растеряша, потому что... Ладненько. Сейчас буду искать на улице парковку. Не заезжая в порт. Хотя там у нас в Мауриции он такой парковщик хороший. Он вчера... Все у меня перед витриной торчало. А, такие мороженки. Ай, какие ты, ты, ты. Я говорю, хочешь? Не-не-не, говорит, не хочу. Я говорю, ну смотри. Я когда этого Мауриции снимала, он на Марио был похож такой весь. Ух, в тонусе. А потом что-то его мышцы сдулись, он похудел. Куда оно все делось? То ли они какие-то, знаете, специальные протеины жрут, чтобы вот эту вот всю мышцу накачать. А потом раз, и все пропало в один миг. Я даже думала, что он чем-то таким серьезным заболел. Думаю, что с человеком случилось. Ой, что-то я тут, знаете, места не вижу. Уже развернуться-то в обратную сторону притулиться. Ну, тут возле бедома не хочу. Сейчас посмотрим, если тут места нет. Нема. Нема, заезжаю. Ладно. Хай прощают нас. Будем пользоваться. У нас по этому билетику и ты идешь что-то покупаешь два с половиной часа. Ух ты, круизный стоит. Он тут не стоял. Два с половиной часа бесплатной парковки. А потом надо платить. Сколько людей стоит, чтобы в терминал зайти. А у нас свой вход. А у нас свой вход. Посмотрю, может, потом будет место-то выставлю. На улицу машину. Ой, а не выставлю, так не выставлю. Ну, тучки точно набежали, ребята. Точно набежали. Все, пошли. Караул, шпашайте, шпашайте, шпашайте. Лилёк решила пиццы сделать. Их два месяца не делали. Включаю. Включаю я духовочку. Слышу запах. Приятный такой, знаете. Приятный. Варёного пластика. Оказывается, они туда поставили. Разнос. А я не посмотрела. Вот я гава разяла. Вот так мы с Сильвией посмеялись. Он говорит, если слышите. Я говорю, так, Сильвия, если нет сыра, можно пластик. Пиццу кидать. Расплавиться, нефиг делать. Делала себе пиццу на тоненьком тесте. Такая красивая. У меня мало моцареллы. Я люблю только с помидором. А сейчас орегано. И такая пицца. Апена уши Тадальфорно. Велокалга. Не стыдно, Лилёк. На рабочем месте. Кому, Виталий, ежить хорошо. Я уже через полчасика иду до дома. Ой, пицца получилась. Я уже сто лет пиццу не ела. Бомбезная. И что? Мы уже продаём. Уже 4 пиццы ушло. И 12 пицца. И осталось только 5 пицца. 10 минут и хватит. Пицца не есть больше.